Беседа 73, страница 486. Симон Петр сказал ему, Господи, куда ты идешь? Иисус отвечал ему, куда я иду, ты не знаешь. Теперь. И не можешь идти за мною. А после пойдешь за мною. Иоанна 13, 36. Великая благо, любовь, она сильнее огня. Восходит к самому небу, и нет препятствия, которое бы могло удержать ее сильное стремление. Вот, например, пламениший Петр, после того, как услышал, куда я иду, вы не можете прийти, что говорит? Господи, куда идешь? Почему я не могу идти за тобой теперь? Я душу мою положу за тебя. Это он сказал, желая не столько узнать, куда идет Христос, сколько последовать за ним. Сказать прямо, я пойду. Он пока еще не смел. А говорит, куда идешь? И Христос отвечал не на слова его, а на мысль. Так что его желание видно из самых слов Христа. Что он сказал? Куда я иду? Вы не можете идти ныне. Видишь ли, что Петр желал последовать за ним? А потому и спросил. Да и тогда, как услышал, после пойдешь за мною. Он не удержал своего желания, хотя и получил вожделенную надежду. Но желал до того, что сказал, почему не могу пойти я ныне за тобою? Я душу мою положу за тебя. 13.37 Так как он уже освободился от страха предательства и увидел себя в числе искренних учеников, то уже с зерновением сам спрашивает между тем, как другие молчат. Что ты говоришь, Петр? Христос сказал, не можешь. А ты говоришь, могу. И так ты узнаешь на самом опыте, что твоя любовь без помощи свыше ничто. Отсюда ясно, что Христос и падение Петра допустил для его же пользы. И прежними действиями он хотел вразумить его, но так как Петр оставался при своей горячности, то хотя он и не довел его и не побудил к тому, чтобы он отрекся, однако же оставил его без помощи, чтобы он познал свою немощь. Христос сказал, что ему надлежит быть предану, а Петр говорит, будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою. Мафея 16.22 Ему сделан был упрек, но он не вразумился. А напротив, когда Христос хотел умыть ему ноги, он сказал, не умоешь ног моих вовек. И теперь, когда услышал, что не можете идти, куда я иду, снова говорит, если и все отвергнутся, отрекутся, но не я. Привыкнув таким образом противоречить Христу, он легко мог бы впасть в гордость. А потому-то Христос, наконец, и научает его не противодействовать. Вот на это и намекает Лука, когда говорит, что Христос сказал, и я молил о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. Лука 22.32 То есть, чтобы ты не погиб окончательно, через все это научает его смирение и показывает, что человеческое естество само по себе – ничто. Так как великая любовь побуждала Петра к противоречию, то Христос, наконец, вразумляет его, чтобы он не подвергался тому же и впоследствии. Но, вспоминая о том, что случилось с ним, знал бы самого себя. И смотри, какое сильное падение. Не однажды и не дважды он подвергся этому падению, но испугался до того, что в короткое время трижды прояснес слово «отречение», чтобы таким образом познал, что не столько он любил, сколько был любим. Однако же после такого падения Христос опять говорит ему «любишь ли ты меня более, чем они» Иоанна 21.15. Значит, это падение произошло не от холодности, а от того, что он лишился помощи свыше. Любовь Петра Христос принимает, но происходящее от ней противоречие отсекает. Если ты любишь, то должен покоряться тому, кого любишь. Сказал, и тебе, и бывшим с тобою, не можете. Для чего же ты споришь? Разве ты не знаешь, что значит отвергать слова Божие? Но так как ты не хочешь из этого уразуметь, что невозможно не быть тому, что я говорю, то узнаешь о том из отречения. Хотя оно тогда казалось тебе гораздо невероятнее. Об этом ты даже не знал, а то осознавал в своей душе. И однако случилось то, чего ты вовсе не отжидал. Душу мою за тебя положу. Петр слышал, что больше этой любви никто не имеет. И потому, будучи ненасытен и желая достигнуть самой высшей любви, тот же же устремился к ней. Но Христос, показывая, что только он один может с уверенностью возвещать это, говорит, прежде нежели пропоет петух, как отречешься от меня трижды. То есть теперь же, действительно, немного уже оставалось времени, так как беседовал поздно ночью, когда уже прошла первая и вторая стража. Да не смущается сердце ваше. 14.1. Это он говорит, потому что ученики, услышав слова его, по всей вероятности смутились. В самом деле, если верховному и стойко-пламенному ученику сказано было, что он прежде, нежели петух возгласит, трижды отречется, то им естественно было ожидать, что их постигнет какое-либо несчастье, которое в состоянии потряси адамантовые души. А так как, помышляя об этом, они, естественно, приходили в ужас, то смотри, как он успокаивает их, говоря, да не смущается сердце ваше. Этим он прежде всего показывает свою божественную силу, так как он знает и обнаруживает то, что у них было на душе. «Веруйте в Бога и в Меня веруйте», то есть все бедствия пройдут. «Вера в Меня и в Отца сильнее угрожающих вам бедствий». Она не допустит, чтобы какое-либо несчастье одолело вас. Затем прибавляет. «В доме Отца моего обителей много». Как в утешении скорбящему Петру он говорил «После же пойдешь со мною». Так и им подает такую же надежду, чтобы они не подумали, что только ему одному дано обещание. Он говорит «В доме Отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». То есть и вы будете в том же месте, где Петр. Там весьма много обителей, и нельзя сказать, чтобы нужно было приготовлять их. А так как он сказал «Не можете ныне идти за мною», то чтобы не подумали, что они навсегда отлучены от него, он присовокупил. «И где я, там и вы будете». «Я столько забочусь об этом, что уже приготовил бы это место, если бы издавна оно не было уготовано для вас. Этим он показывает, что они должны вполне надеяться и уповать на него». 488. «Потом, чтобы они не подумали, что он говорит это только для ободрения их, но верили, что это действительно так, он присовокупляет». Иоанна 14.4 «А куда я иду, вы знаете и путь знаете». «Видишь ли, как он удостоверяет их, что то не напрасно было сказано. Говорит же это потому, что видел их душу. Как она желает знать это». Петр сказал вышеприведенные слова не для того, чтобы узнать, но чтобы последовать. Когда же он подвергся упреку, и между тем Христос объявил возможным то, что в то время казалось невозможным, то эта самая невозможность привела Петра к желанию тщательно узнать о том, потому-то и говорит им «И путь знаете, как след за словом, отвержитесь меня, отречетесь». Несмотря на то, что никто ничего не сказал, он, испытуя сокровенное в сердце, присовокупил «Не смущайтесь». Так и теперь сказавши «Знаете», выразил желание их души, и сам подал им повод спросить об этом. Слова же «Куда идешь?» Петр сказал по внушению великой любви, а Фома от страха. «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Стих пятый. «Мы не знаем», говорит, «место». «И как можем знать путь, туда ведущий?» «И смотри, с какой робостью!» «Не сказал, укажи нам это место, но не знаем, куда идешь». Об этом давно уже все желали знать. В самом деле, если иудеи, слыша эти слова, приходили в недоумение, несмотря на то, что хотели освободиться от Христа, то тем более желали узнать об этом те, которые никогда не хотели разлучиться с Ним. Потому-то, хотя они боялись спросить Его, однако спрашивают, будучи побуждаемы к тому великой любовью и беспокойством, «Что же Христос?» Сказал Иисус Ему, «Я есть им путь, и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Стих шестой. «Почему же Он не тотчас, как Петр спросил, куда идешь?» Отвечал, «Я иду к Отцу, а вы теперь не можете идти». Но ввел в свою речь столько слов, предлагая вопросы и ответы. Иудеям, конечно, Он по справедливости так не сказал, но почему ученикам? И ученикам, и иудеям Он говорил, что пришел от Бога, и к Богу идет, но теперь говорит об этом яснее, чем прежде. Иудеям Он не сказал так ясно, потому что, если бы сказал, «Не можете прийти к Отцу, только через Меня», то они тотчас же подумали бы, что это сказано по гордости. А теперь, когда Он умолчал об этом, Он поверг их в беспокойство. Но для чего же, спросишь, Он также говорил и ученикам, и Петру? Он знал великую ревность Петра, что в противном случае Он еще более стал бы беспокоить его. И так, чтобы отвлечь его от этого, Он говорит прикровенно. А когда достиг того, чего хотел, темнотой и прикровенностью речи, то опять говорит открыто, сказавши, «И куда я иду?» Туда никто не может прийти, Он присорокупил. В доме Отца и Моего обители много. И еще, никто не приходит к Отцу, к Отцу, только через Меня. Он не хотел так сказать им в самом начале, чтобы не повергнуть их в большую печаль. Когда же утешил их, тогда и говорит. После упрека, сделанного Петру, Он действительно много отнял у них печали. А между тем, и они сами, опасаясь, как бы не услышать того же, сделали более смиренными. «Я есим путь» — это подтверждение слов «никто не приходит, как только через Меня». А слова «истина и жизнь» — удостоверение в том, что так непременно будет. «Если я истина, то от Меня не может быть лжи. Если же я и жизнь, то и самая смерть не может воспрепятствовать Вам прийти ко Мне». Иначе сказать. «Если я есть путь, то Вы не будете иметь нужды в руководителе. Если я истина, то слова Мои не ложь. Если я жизнь, то хотя Вы и умрете, однако ж получите то, о чем Я сказал». «Что касается до пути, то это они поняли и исповедали, а остального не уразумели. И однако ж не смели спросить о том, чего не уразумели. Впрочем, и из того, что было сказано о пути, они получили большое утешение. «Если в Моей власти, — говорит, — привезти Вас к Отцу, то Вы непременно туда придете. А другим путем туда и невозможно прийти». Словами же, которые Он сказал прежде, «Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет Его Отец». Иоанн 6, 44. «И еще. Когда буду вознесен от земли, тогда привлеку всех к себе». 12, 32. «А также словами, сказанными теперь, «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Он показывает свое равенство с Отцом». Как же Он, сказавши, «И куда я иду, знаете, и путь знаете, присовокупил». «Если бы Вы знали, и Отца Моего знали бы, если бы Вы знали Меня, и отныне Вы знаете и видели Его». Стих 7. Этим Он не противоречит себе, потому что ученики хотя и знали Его, но не так, как следовало. Бога они знали, а Отца еще не знали. Уже впоследствии Дух, сошедший на них, сообщил им совершенное знание. Смысл слов Христа такой. «Если бы Вы знали Мое существо и достоинство, то знали бы и Отца. И отныне познали Его и видели Его». Одно относится к будущему, а другое – к настоящему. То есть, «чрез Меня». Под видением же Он разумеет познание, умум. Кого мы видим, тех можем и видеть, и не знать. А кого знаем, тех не можем знать и не знать. Поэтому Он говорит, «И видели Его». В том же смысле, в каком сказано, что Его видели и ангелы. 1 Тимофея 3.16. «Хотя они видели не самое существо Его, однако же говорится, что они видели Его, то есть так, как могли видеть. А сказал Он так для того, чтобы ты знал, что кто видел Его, тот знает родившего Его. Видели же Его не в обнаженном Его существе, но облеченном плотью». Есть и другие места, где Он называет познание видением. Например, когда говорит «Блажены чисты сердцем, ибо они Бога узрят». 1 Тимофея 5.7. «Чистыми Он называет тех, которые свободны не только от блуда, но и от всех грехов, так как всякий грех оскверняет душу». 490. Итак, будем всячески стараться очистить себя от скверны. Очищается же она, во-первых, крещением, а потом и другими многоразличными средствами. Бог по своему человеколюбию даровал нам разнообразные средства к очищению и после крещения. Первое из всех этих средств – милостыня. Так как сказано, милостынями и верою очищаются грехи. Но я разумею, милостыня не от неправды, потому что это уже не милостыня, а жестокость и бесчеловечие. В самом деле, что за польза обнажить одного и одеть другого? Милостыня должна происходить от сострадания, а это – бесчеловечие. И хотя бы мы отдали даже все, что похитили у других, для нас не будет никакой пользы. Это показывает Закхей, который тогда умилостивил Бога, когда обещал возвратить похищенное четверо. Лука 19.8. А мы, похищая весьма много, отдавая мало, думаем умилостивить Бога, не зная, что тем еще более прогневляем его. В самом деле, скажи мне, если бы ты, притащив с распутия и дорог мертвого, изгнившего осла, возложил его на жертвенник, не стали ли бы все бросать в тебя камнями, как в нечистивце и беззаконнике? Что ж, если я докажу, что жертва от хищения еще более мерзка, какое мы будем иметь оправдание? Положим, что принесен какой-то драгоценный дар из того, что приобретено хищением. Не зловоннее ли оно мертвого осла? Хочешь знать, как велико зловоние греха? Послушай, что говорит пророк. «Восмердели и согнили раны мои, смердят и гноятся» Салом 37,6 «Между тем ты в то время, как словами умоляешь Бога, чтобы Он предал забвению соделанные тобой грехи, сам же своими делами, тем, что похищаешь и лихаимствуешь, и возлагаешь свои грехи на жертвенник, заставляешь непрестанно помнить о них. Но не в этом только грех. А что еще хуже, ты оскверняешь души святых. Жертвенник – камень, хотя он освящается, а души святых всегда носят самого Христа. Как же ты осмеливаешься приносить туда дары от такой нечистоты? Нет, скажешь, я не от этого имущества, а от другого. Это смешное и глупое пустословие. Разве не знаешь, что если в великое множество имущества попадает и одна капля неправды, то все оно оскверняется. Как чистый источник делается весь нечистым, как скоро в него бросит кто-либо нечистоту, так и богатство. Если произойдет в него сколько-нибудь лихаимства, все заражается от него зловонием. Ведь мы умываем же руки, когда входим в церковь. Зачем же не умываем сердца? Разве руки издают голос? Душа произносит слова, на нее взирает Бог. И когда она нечиста, ни к чему не служит чистота телесная. В самом деле, что пользы, если ты наружные руки умываешь, а внутренние оставляешь в нечистоте. Вот это и худо. И от того-то все идет у нас превратно, что мы крайне, заботясь о малом, пренебрегаем великим. Молиться с немытыми руками – дело безразличное. А молиться с несистой душою – это величайшая из всех зол. Послушай, что сказано иудеям, которые обращали особенное внимание наружную чистоту. «Омой злое сердце твоего, доколе будет гнездиться в тебе зло за счастливые мысли» Иеремия 4.14. Омоем же себя и мы, но не грязью, а водою чистой, милостынью, а не лихаимством. Прежде отстань от хищения, и потом подавай милостыню. Уклонись от зла и сотвори добро. Псалом 36.27. «Удержи руки от лихаимства, и тогда простирая их на милостыню. Если же мы теми же самыми руками одни будем обнажать, а других одевать, то хотя бы одевали и не тем, что похитили. И в этом случае не избежим наказания. Иначе милостыня будет поводом ко всякому преступлению. Лучше не оказывать милосердия, чем оказывать такое милосердие. Ведикайну лучше было совсем не приносить ничего. Если он, принесши меньшее, прогневал Бога, то как же не прогневает его тот, кто подает чужое? «Я тебе заповедовал, — скажет Бог, — не похищать, а ты чествуешь меня, похищенным. Уже ли ты думаешь, что для меня приятно это? Поэтому он скажет тебе, «Ты это делал, — и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты, изобличу тебя и представлю пред глаза твои, грехи твои». Псалом 49.21. Но не дай Бог никому услышать этот голос. Дай Бог, чтобы мы, совершив дела чистого милосердия, с ясными светильниками вошли в брачный чертог по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, которому слава во веки веков. Аминь.